12 апреля 1961 года, 9 часов утра. На космодроме Байконур раздался вулканический гул двигателей. Вся планета на мгновение замерла. Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали». Ракета-носитель «Восток-1» медленно оторвалась от Земли. Несколько секунд, и она исчезла из поля зрения. Человечество вступило в новую космическую эру. Это произошло ровно 60 лет назад. За 1 час 48 минут Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни в Саратовской области. Он стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. За свой подвиг Гагарин получил звание майора и героя Советского Союза. Яркий след в истории покорения космоса оставила и Тверская область. Какой? Об этом будет репортаж. Итак, как сказал бы Юрий Алексеевич, «Поехали!» Калинин вместе со всем союзом замер возле уличных репродукторов, ловя каждое слово диктора. Первый человек в космосе. Это было фантастическое по тем меркам сообщение. Люди на радостях выходили на улицы, обнимали и поздравляли друг друга. В школах отменяли занятия, на предприятиях останавливали станки. Имя прославленного космонавта носит площадь в московском районе Твери. В прошлом она называлась «Московской заставой». Своё современное название площадь Гагарина получила в 1961 году. Спустя год после своего знаменитого полёта космонавт посетил наш город. Это произошло 18 июля 62-го. Визит Гагарина носил сугубо рабочий характер. На набережной Афанасия Никитина, 32, расположен Второй Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны. Этот институт занимался разработкой теоретических и прикладных вопросов организации воздушно-космической обороны страны. Впрочем, как и сейчас. Будучи командиром отряда космонавтов Гагарин познакомился с коллективом Калининского института и научными экспериментами, в которых предстояло участвовать его коллегам. Космонавт провёл в этом здании целый день. Приезд Гагарина, находившегося в зените своей вселенской славы, нельзя было ни с чем сравнить. Он не был фигурой политической, а был всенародным героем, достоянием всего мира и гордостью советского народа. На площади собралась восторженная толпа. Все хотели видеть Гагарина, а он, как всегда, скромно улыбался и махал в знак приветствия. Вышний волочок. На железнодорожном вокзале и на одном из домов города висят мемориальные доски. Они рассказывают о местной жительнице, которой восхищалась вся советская страна. В начале 60-х годов прошлого века она была одной из самых известных в СССР, не менее известной, чем Гагарин. Речь идёт о бригадире предельной фабрики Вышневолодского хлопчатобумажного комбината, герое социалистического труда Валентине Гагановой. Она была в большой дружбе с первопроходцем космоса. Гаганова и Гагарин часто вместе выступали перед трудящимися в Москве. А в 1963 году космонавт приезжал в гости к Валентине Гагановой в Вышний Волочок. Простая ткачиха прославилась тем, что несколько раз переходила в отстающие бригады, которые под её руководством завоевывали звание бригады коммунистического труда. Гаганова очень быстро стала кавалером Ордена Ленина, героем соцтруда, депутатом Верховного Совета. Ещё одна ткачиха, которую без преувеличения знает весь мир, работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный перископ». Но известность ей принесли не рекорды за станком. Летом 1963 года она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Речь идёт, конечно, о Валентине Терешковой. Программами исследования космоса руководил Сергей Королёв. После первых успешных полётов Юрия Гагарина и Германа Титова он решил отправить космос женщину. Это был политически мотивированный ход. Хотелось и в этом быть первыми. Были отобраны пять претенденток. В их числе оказалась и Валентина Терешкова. 16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Спутник Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту. Сейчас первая женщина-космонавт является депутатом Госдумы от Тверской области. Политическая карьера Терешковой началась практически сразу после полёта в космос. Например, с 1968 по 1987 год она была председателем Комитета советских женщин. Единственной участницей этого комитета в нашем регионе была Любовь Парфёнова – ткачиха Калининского хлопчатобумажного комбината. Ровно 50 лет назад Любовь Ивановна получила звезду Героя социалистического труда. В советские времена Калининский комбинат выпускал пряжу, хлопчатобумажные и штапельные ткани, которые шли в том числе и на экспорт. Как говорит Любовь Ивановна, хоть промышленность и называется лёгкой, работа на производстве далеко не лёгкая. За рабочую смену длина выпущенной ткани превышала 25 километров. Каждая ткачиха обслуживала комплект из нескольких станков. Любовью Парфёновой доверили 32 станка. На каждом станке по 3,5 тысячи нитей. За каждый нужно было уследить. Молодая работница трудилась сноровисто и качественно, и её направили на Кубу обучать работе на оборудовании местных специалистов. Учили кубинцев работать на станках. Там наше оборудование, и там, значит, нас было ткачихи, приодельщики и моторщицы. Вот 10 человек нас. И мы непосредственно учили работать нашим приёмом. Нас там называли космонавтом из-за того, что Терешкова нас сюда послала. Любовь Ивановна посвятила работе на Калининском хлопчатобумажном комбинате более 20 лет, где прошла путь от рядовой ученицы до заместителя директора предприятия. Она неоднократно встречалась на пленумах с вышневолодской передовицей Валентиной Гагановой. Мы слышали множество имён, которые имеют неразрывную связь с космосом. Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос. Герман Титов – первый человек, совершивший длительный космический полёт. Среди уроженцев Тверской области также есть покоритель околоземного пространства. Олег Макаров – первый космонавт, совершивший три полёта в космос и один суборбитальный. Обладатель многочисленных государственных наград, в том числе двух орденов «Золотая звезда», родился в городе Удомля. Перед тем, как отправиться в космос, Олег Григорьевич работал в бюро Королёва и помогал создавать союзы, в которых потом сам и летал. Вместе с Алексеем Леоновым он должен был совершить посадку на Луне. Американцы сделали это первыми, и советская лунная программа была закрыта. Тверской вагонзавод. Инженеры этого предприятия начали прокладывать дорогу в космос задолго до легендарного полёта Гагарина, в 50-е годы. Как известно, путь космическим аппаратам от стапелей в космос обеспечивает железнодорожный транспорт. С началом работ над знаменитой ракетой «Восток» на Калининском вагоностроительном заводе приказом Минташмаша СССР было создано специальное конструкторское бюро. Практически вся наземная структура Байконура была спроектирована в Калинине. 15 ноября 1988 года. Ракета-носитель «Энергия» вывела на орбиту многоразовый корабль «Буран». Крылатый космоплан два раза обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме. Программа «Энергия Буран» стала вершиной развития советской космонавтики. Именно на нашем предприятии была изготовлена платформа-установщик для «Бурана». «Буран» — это платформа-установщик шириной 30 метров, длиной 50 метров. Они подвигались по двум параллельным путям между колеями 25 метров. Выглядело так, если поставить книжку на ребро и спичечный коробок. Вот так вот это же были локомотивы и этот установщик. Думаете, на этом всё? Как бы не так. Космический полёт продолжается. Завод «Звезда», расположенный на острове Городомля, является градообразующим для жителей Осташковского района. Он был первым в СССР предприятием, специализировавшимся на создании гироскопических приборов для отечественных ракет и спутников. Гироскоп — это прибор, определяющий положение в пространстве. Сложная техника, особенно космическая, без него просто немыслима. Отклонение на тысячную долю градуса может обернуться катастрофой. Поэтому гироскоп должен быть предельно точен и надёжен. Сегодня более 85% космических пусков не обходятся без изделий завода «Звезда». Колязин у большинства людей ассоциируется с затопленной колокольней Никольского собора. Однако одним из символов города также является радиотелескоп ТНА-1500. Он считается одним из самых больших в России. Высота радиотелескопа почти 180 метров, а диаметр целых 64 метра. Это больше, чем половина футбольного поля. На самом деле обсерватория Колязина занимается изучением вовсе не секретных, а всего лишь сложных для понимания простыми обывателями областей знания, спектральной радиоастрономии, физики пульсаров и других. Однако одно из направлений обсерватории — изучение галактических и внегалактических объектов. День космонавтики — это праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. Юрий Гагарин не только открыл дорогу в неизведанный мир, он сделал нечто большее, дал людям веру в их собственные силы и возможности. Этот полёт и имя первого космонавта навсегда будут вписаны в историю золотыми буквами.